Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Коломеец. Здравствуйте. Кадровая перезагрузка в правительстве Севастополя. Пятерых новых вице-губернаторов и четырех глав департаментов представил временно исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев. О принятии соответствующего решения стало известно на аппаратном совещании в понедельник, 30 сентября. Так, с этого дня работу департамента образования и науки, главного управления культуры и управления по делам спорта будет курировать экс-сенатор Ольга Тимофеева. По ее словам, приоритетным направлением в ходе ее работы, первым вопросом, требующим решения, станет повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Это та тема, которую я подняла год назад. Мы имели возможность, в том числе консультируясь с федеральными органами государственной власти, определить, знаете, как составляющие этой проблемы. Теперь задача сформировать механизм и выстроить систему так, чтобы уже вот таких шатаний не было. Потому что я считаю, что майские указы, они должны исполняться. Заместитель председателя законодательного собрания первого созыва Александр Кулагин возьмет на контроль работу департамента труда и социальной защиты населения и департамента здравоохранения. Он отметил, что сейчас необходимо провести детальный анализ работы всех медучреждений Севастополя. Главное в ходе работы учесть как интересы пациентов, так и решить кадровые вопросы. Задача, она, на мой взгляд, очень непростая, потому что нам нужно и задачи федеральной целевой программы решать, и национальные проекты, и все это еще и текущую деятельность обеспечивать. То есть это такая очень интересная, амбициозная задача, но и очень ответственная. Еще одно новое лицо в составе заместителей губернатора Севастополя Денис Солодовников. Ранее он занимал пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. Теперь под его руководством свою работу будут вести департаменты капитального строительства по имущественным и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вдобавок, приоритетными для него станут реализация в городе проектов федеральной целевой программы и принятие генерального плана Севастополя. Про кассовое освоение губернатора уже сказал, вы знаете, есть большая проблема, но я думаю, что мы весь 2019 год посвятим вопросам и текущего статуса мероприятия, ревизии, инвентаризации программы и, естественно, вопросам освоения средств. Промежуточные результаты, я думаю, что мы через сравнительно небольшой промежуток времени до середины октября точно уже будем готовы вам доложить. Еще один специалист с материка Алексей Парикин, последние полгода работавший в должности заместителя руководителя исполкома Федерального штаба Общероссийского народного фронта, будет помогать в работе Департаменту финансов и Главному управлению потребительского рынка и лицензирования. По финансам мне все понятно, сейчас у нас идет подготовка бюджета, все плановое, поэтому здесь никакой торопливости не должно быть, соответственно, по потребительскому рынку ко всем будем подходить системно, не должно быть никаких, соответственно, вопросов, которые возникали до всего момента. Еще одним заместителем губернатора, также перешедшим из главного штаба ОНФ в Севастополь, стала Светлана Пирогова. За ней закрепили Департамент аппарата губернатора и Главное контрольное управление. На своих постах остаются Владимир Базаров и Мария Литовка. Базаров продолжит курировать работу Департамента городского хозяйства. Также в его ведение передали Севприроднадзор и Главное управление Госжилнадзора. Литовка будет отвечать за работу Департамента экономического развития и Департамента сельского хозяйства. Три департамента будут в прямом подчинении губернатору Севастополя. Это Департаменты общественной безопасности, территориального развития и Департамент общественных коммуникаций. В течение месяца практически не было сформировано видение, но потребовалось чуть больше времени, чтобы разобраться с теми позициями, теми проблемами, их оптимальной конфигурацией. Ну и, конечно, тоже достаточно непростая история найти профессиональных людей. Сегодня уверен в том составе, в той команде, которая пришла в правительство. Это основной костяк. Да, конечно, какие-то определенные еще кадровые изменения в ближайшие до конца года, наверное, возникнут, но это уже будут точечные решения. Кроме того, назначены новые руководители департаментов. Елена Богомолова возглавила департамент образования. Иларион Гапецонов – департамент капитального строительства. Максим Левашов – департамент по имущественным и земельным отношениям. Анастасия Солопека – департамент общественных коммуникаций города Севастополя. На своих постах остались Станислав Борисенко – департамент соцзащиты. Андрей Демидов – департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя. Александр Маложавенко – департамент архитектуры. Дмитрий Чумаков – департамент сельского хозяйства. Сергей Шиховцов – департамент здравоохранения. И Владимир Штоп – департамент финансов. Свободными остались пять вакансий руководителей. Департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления пока занимается Сергей Бездольный. Департамент транспорта также остался без утвержденного руководителя. Его временно возглавляет Евгений Исаков, а департамент городского хозяйства – Евгений Горлов. Обязанности по руководству департаментом экономразвития сейчас возложены на Элимдара Ахтемова. Департаментом общественной безопасности временно заведует Дмитрий Крупкин.